В эфире Шуваловский корпус МГУ. Сегодня стартует плей-офф нового чемпионата МГУ по футболу 2015 года. Почему нового, я не знаю, но просто так вырвалось слово. Очень большой стресс, ребята, поймите меня. Сегодня играет сборная Химфака против сборной Журфака. У микрофона Данил Бизюкин и Андрей Нижник, наш дебютант сегодня у микрофона. Но в поле он провел немало матчей за журналистов. Химики, заранее просим прощения за, возможно, несколько предвзятый репортаж. Вы нас можете понять. Начинаем репортаж. Андрей, твое слово. Привет, друзья. Спасибо, Даниил. Что ж, ребята выходят на поле и пока что мы видим рукопожатие. Что мы можем сказать по поводу стартового состава, Даниил? Скорее всего, в старте выйдут Гоша Гусев, Дима Гончаренко, Арин, Влад Докшин. И вот по поводу последнего игрока есть сомнения, сможет ли сыграть Шеремет сразу или изначально выйдет Сергей Клепиков. Но сейчас мы это и увидим. Видимо, Сергей идет в запас. Так, как-то Александр Привезенцев начинает. Вот это... Нет, нет, нет. Он очень опасен для такой игры. Нет, Шеремет на поле опять. Шеремет на поле. Так, да. Серега, несмотря на то, что сделал покер в прошлом матче, остается в запасе. Тем временем не видно нам сейчас из комментаторской позиции, кто выходит в старте у Химиков. Но я вижу внешне Валеру Кочергина. Это главная звезда, пожалуй, всего этого чемпионата. На воротах Константин Куриленко. Сейчас не вижу номеров у ребят, поэтому озвучу весь состав сразу. Александр Горбунов, номер 5, играет в футболке брата. Прошу отметить. 11-й Дмитрий Горбунов тоже играет в футболке брата. 10-й Андрей Романюк. Игра началась. Да, Санислав Филимонов, 14-й, Фоменков, Павел, 9-й, Рыжов, Максим, 3-й, Дмитрий Блотников, 7-й, Дмитрий Емельянов, 13-й, Никита Мореев, 6-й, Александр Свердуков, 4-й. Что ж, игра началась. Сразу по левому флангу, проходит удар. Влад Докшин. Ой-ой-ой, Влад, не нервничай. Все знают, что Илья Козлов, наш основной вратарь, наш, пожалуй, главный, самый важный игрок в команде Журфака, сегодня не смог принять участие в матче. И поэтому в ворота встал наш запасной голкипер. Влад Докшин, это, по сути, его вторая игра на серьезном таком официальном уровне. Прошлый матч с СППГУ он провел не самым удачным образом. Вот так вот. Надо посмотреть, как наша команда начнет. Важно нам поконтролировать мяч, почувствовать себя. Бывает, что начало у нас смазано, и будем надеяться на то, что ребята сразу завладеют инициативой. Но пока что мяч на нашей половине, и владеет мячом химики. Но это неудивительно, потому что химики, это, пожалуй, самая играющая команда на этом факультете. Ребята очень здорово контролируют мяч, очень здорово сыграны. Еще бы, они последние два года не опускались ниже второго места. Они чемпионы позапрошлого сезона и в прошлом году заняли второе место, поступив лишь Юрфаку. Гоша что-то завозился, не надо этого делать, но уходит хорошо. Хорошо. И Дима Гончаренко, смотри. Он не увидел, не увидел сейчас. Так, Валера Кочергин отбирает у Гоши, тут же действует, видно, что Гоша персонально противой. И Дима помогает. Два наших лучших игрока пытаются держать главную звезду химиков. Ну, как же хороший Кочергин, не дает вообще ничего сделать нашим лидерам. Ну, Дима получше пока. Так, Дима молодец, тоже парень собрался. Прошлую игру пропустил, уезжал с женой куда-то отдыхать, поэтому не смог сыграть. И вот видим, что химики играют на вынос, это Горбунов, вот он с мячом, не дать пробить, не дать пробить. Ой, опасно как. Каждый удар по воротам Влада, это, конечно, очень опасно, сейчас не очень удачно, выбросил. Влад, нет, 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 Влад очень надежный вратарь, мы надеемся, что, конечно, дебют его не очень удался, пропустил Влад пять голов в матче с Питером. Четыре из них между ног, но мы верим во Влада, мы знаем, что он очень классный парень, и он занимается единоборствами, да, Андрей, насколько я знаю? Да, еще как, с января Влад не пропустил ни одной тренировки, как он нам рассказывал, и поэтому ребятам не стоит, химикам не стоит забивать Владу много голов. Да, но я вижу у химиков сами, парни, ну-ка, Женя, ай-яй-яй-яй, Женя ударил бы, но он Женя только после операции Шеремер. Женя, Женя не пожадничал в этом моменте. Опасно, ой-ой-ой, Арин, не дай обыграть себя. Влад, молодец, очень надежный играет. Опасность у нас ворот, конечно. И тут даже нет углов. Да, Влад вводит, видите, очень аккуратно, сразу на ближнего, на Диму Кончаренко, но, может быть, это и правильно. Что ж, две минуты продержались, уже неплохо. Журналисты, журналисты, даже из комментаторской кабины слышен звук наших трибун. Это древ неистовый журфаковских девчонок. Андрей, вы как специалист по журфаковским девушкам, оцените, как сегодня с поддержкой. Нормально в вашем бытности игроком было такое? В моем бытности игроком, вообще, насколько я помню, не совсем, не приходило так много болельщиков никогда, это уж точно. Сегодня, конечно, поддержка очень хорошая, все болельщики синие, как никогда. Кочергин, какой пас? Перекладину спасает! Это уже серьезный звоночек. Это я не хотел комментировать, это было слишком страшно. Слишком страшно, немного душа в пятке у меня, что сейчас ушла. Немного было опасно. И пока что мы объективно не создаем моментов. Был второй момент у Шеремет, когда он отдал пас, но нам нужно больше держать мяч и создавать моменты. Да, пока что видно, что наши несколько скованы играют. Вот Дима, Димочка, Димочка! Ой-ой-ой, Влад, 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 какой молодец! Давай, Влад, главное почувствовать уверенность. А если поймает кураж этот парень, он покажет парочку приемчиков еще, я уверен. Я надеюсь, по крайней мере, на это. Это про футбольные приемы, да? А про всякие, Влад, мастер любых. Ой-ой-ой, как оставили игол сразу же! Горбунов, один из братьев Горбуновых, да, Александр Горбунов, мы его узнали, мой участник матча звезд. Но это просто беспечность, да, Александр Горбунов. Да, это Александр Горбунов. Как же так, угловой оставили одних, 1-0. Кто же будет отыгрываться? Давай, Женечка, давай, Дима, вперед, верим вас, ребята! В принципе, терять вообще нечего, потому что если мы проиграем Химпаку, ничего зазорного в это нет. Химпак безусловный фаворит, но вот Доша так нельзя привозить, с Кочеркиным играем. Это лучший игрок в МГУ. Не надо, не надо, не надо показывать, что ты не хуже его. Мы знаем, что ты, может быть, даже лучше Кочеркиным. Женя, 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 ты должен бороться сегодня. Женя, молодец, вот и после травмы он все так же мощен и все так же хорошо бегает. Я пытаюсь к нему присмотреться и увидеть, влияет ли травма на его игру как-то, но пока, пока это не видно. Он не так часто контролирует мяч. Вот, Гоша, конечно, завелся, ну-ка, по влевую! По правой уходит, ну-ка, сыграй с Шереметом. Шеремет, ударь! Вот-вот-вот, Шеремет хорошо откатывает. Гоша, право! Ай, завелся, ну отдай на Диму, отдай на Диму. Дима получает, отсюда не видно. Ай-яй-яй-яй-яй, Шеремет не смог. Но ничего, у нас еще есть в запасе Сергей Кребиков, который, несмотря на то, что подверг все жесточайшие критики в этом году, в последнем матче сделал покер. И надеемся, что, может быть, в этом матче у него тоже начнет все залетать. Вот сейчас, сейчас малое движение у Журфака. Это видно невооруженным. Главное, Женя, удар! Ай, был бы он здоров, сейчас бы приложился своей пушкой знаменитой. Женя, этап здоров. Да, здоровее некуда. Еще удар, молодец, Женя, давай, давай, забился бог. Справа, хороший удар, Женя, молодец. Шеремет, неплохой удар. Но химики видно, что немного решили отдохнуть. Они забили быстрый гол, что еще нужно, в принципе. Ну, это они, может быть, делают зря, но, что ребятам надо наказывать для этих химиков. Да, конечно. Вот Кочергин против Гоши. Молодец, Гоша, хорошо, и в контратаку сразу же. Вот, 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 Шеремет! Удак, Женя! Подрабатывает под левую, но нет, не идет. Так, Дима, вот, наши, наши поджимают. Молодцы, Журфак. Арина, Арина прошлый, прошлый матч выдал выдающийся. Да, если в этот раз сыграть так... Гоша, под левую! Ну-ка сам! Нет, нет, заводился чуть-чуть Гоша, но ничего. Видно, что наши все-таки могут, могут играть. Ну, это мы знали, но до сегодняшнего матча немного сомневались. Спокойно, спокойно, спокойно все действует. Влад очень аккуратно играет. Видно, что нервничает немного. Нервничает, но уже команду спасли несколько раз. Так, сейчас поспокойнее. Видно, что химики тоже осторожничают. Они не знают, чего ждать от Журфака. Хотя, по секрету, скажем, ждать особо-то нечего. Но нет, нет, это шутка, конечно же. Давайте, ребята, мы верим вас. Сергей Клепиков появляется на поле вместо Гоши Гусева. Это очень рискованный шаг. А Женя, видимо, будет оставаться последним. У него это неплохо получалось, очень неплохо получалось в торрическом матче с РГГУ. Да, и с Питером он тогда неплохо сыграл. Но я боюсь, что Гоша Гусев, он просто так не покидает Борю. Боюсь, что он травмирован. Ну, дай бог, какой пас. И Шереметушка, молодец. Давай, вперед, Женя. Вот это удар. Хорошо, по щампу попадает ковковым-то игроку, химиком. Арина, молодец, в своем репертуаре. Молодец, 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 Арина. Но Арина не тот парень, который не будет доигрывать эпизод. Арина всегда доигрывает эпизод до конца. И предыдущий матч для Арины, конечно, выдался просто потрясающим. Вообще, я таких давно не видел вообще. Да, это было великолепно. Тот настрой, как он доборолся в своем первом голе, который, в принципе, поменял ход игры. И, конечно, он был одним из лидеров команды в том матче. Всегда один из лидеров команды, но в том матче он был. И опять, опять Арина, вы посмотрите, что он делает. Молодец, молодец, Арина. Именно за счет настроя, именно за счет настроя можно переломить этот ход стечь. Кстати, Андрей, вот я сейчас смотрю на счет и вспоминаю игры, когда мы проигрывали. Помните, в прошлом году... Ох, Сережа, хорошо, но это... Сережа неплохо. Конечно. В прошлом году мы проигрывали, помните, Юрфаку, Психфаку. Но тогда выходил кое-какой парень, не забивал переломные мячи. Но сейчас он, к сожалению, не на поле. Очень жаль, а в команданской кабине. Вот Женя. Пушка страшная должна быть. Что с Гошей, что с Гошей, непонятно сейчас. Мы будем надеяться, что все хорошо. Только Женя. Неплохо, очень хорошо. Это было очень умно сыграно. Но вот сейчас могут получить сразу же контратаку. Арина, молодец, спокойно, молодец. Ваут, 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 молодец. Так, это Дмитрий Горбунов. Что важно, Женя давал в дальнюю ногу Сереже, что очень правильно. Да, так, сейчас Химики, видно, что у них по-прежнему очень боевая такая качество. Хотя у них все четверки боевые. Горбунов сейчас, кажется, вырубил из аута мяч. Очень удобно, у Химиков у них все футболки подписаны. Помин, мне это очень здорово. Ой, простил нас сейчас. Ой, простил нас сейчас девятый номер Химиков. Как же, как же все было опасно. Это Фоменков, Павел. Помним, мы его еще припотажировали. Влад, Влад не может решить, что делать. Влад, быстрее, быстрее, Вадим, мяч. Это всегда хорошее решение. Горется, Арин, молодец. Только так, только так можно сейчас что-то переломить в этой встрече. Но пока ничего страшного не происходит. Ну вот это было, конечно, необязательная потеря мяча. Ничего страшного. Ну ничего, ничего. Один мяч мы забьем. Я в этом просто уверен. Главное сейчас на угловом. Смотрите внимательней. Смотри, Аринчик. Не слышит нас, ребята. Молодец, Влад. Влад, резче, резче действуй. Как-то видно, немного он скок. Быстрее, Вадим, мяч. Вадим, мяч. Слышал Влад меня. Я не помню, сколько секунд. Четыре или восемь дается. Кажется, Влад явно... Четыре явно он передержал, поэтому... Ой-ой-ой, Влад, молодец. Влад, молодец. Влад играет. Вот так. Вот это, Влад, молодец. Вот это то, что Влад умеет. Не жалеет себя. Молодец. Его бьют на каждой тренировке, поэтому ему не привыкать к боли. Не привыкать к таким отважным действиям. Опять Кочеркин отходит чуть назад. Химпак забрал мяч к себе. Это плохо. Пока мяч у Химпака мы не сможем им забить. Меня очень беспокоит тот факт, что Гоша не играет. Это, видимо, травма. Да, мы, к сожалению, не можем сказать, что нам происходит. Нам не видно, что происходит на скамейке запасных. Но будем надеяться, что с Гошей все в порядке, потому что это, конечно, игрок ключевой. Да, это определяющий игрок, товарищ командный без него. Мы даже психологически не сможем играть нормально. Да, Гоша возвращается. Дима, 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 не опускай голову. Я тебя прошу, Дима, если ты опускаешь голову, значит, это... А там разве было... Нет, нет, там вроде будут... Влад, Влад, молодец. Нормально, нормально, нормально. Кажется, он мяча не коснулся. Но ничего, Влад контролировал. Коснулся. Тут кого-то впечатали. Кажется, Кочеркина. Ну, Кочеркин игрок такой, знаете, он любит поваляться на паркете без обид. Валера, ну, ты хорош, что тебя много бьют. И поэтому, почему же не повалятся? Второй гол с углового. Ну, что же вы делаете-то, а? Как же так не держать игроков этот был? И Арин, 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 самый неуступчивый игрок. Его как мальчишку сейчас оттерли. Ну, что ты будешь делать? Да. Сейчас нужно что-то... Нужно передернуть как-то игру, ребята. Я не знаю, потому что помню, вот вспоминаю всегда, мы вот с Бориславом, с моим коллегой вспоминали... Ну, как назвать коллегой, с моим товарищем, вспоминали матч с психфаком, когда мы так же горели 3-0, вышли ветераны, ну, нас так тогда называли, сейчас мы вообще никто. Андрей Дина, Андрей, я вышел, Дима Муравьев, Борислав, вы вышли и забили гол, переломили ход встречи 3-1, и потом наши выбежали вперед. Вот сейчас нужно, может быть, первокурсников выпустить. Сейчас, сейчас нужна какая-то свежая энергия. Вот, что сейчас нужно. Может быть, Наня Кузьмин, Саня Привезенцев, Никита Прунков, он играет сегодня, но... Никита Растяжения Паха. Да, он все еще не залечил свою травму. Да, ну, это, конечно, молодой парень, и такие травмы... Да, он участвует в каких-то неигровых стычках, это не то, что нужно. Арино нужно сконцентрироваться на игровых эпизодах. Опять Кочергин, Кочергин почувствовал, что он может сейчас с Арино... Вот, видите, вот, он легко, легко обыгрывается. Арино, Арино, Арино не уступит, Арино не уступит. Ой-ой-ой, он так, не надо понтоваться перед Арино. Это ни к чему. Это ни к чему, Валерий. Сразу тебя склонил, хотя только Валерий Кочергин уже забил болт, но красиво, 2-0. Кромоли оба болта с угловым, вот это что-то значит, это что-то значит, не сыгранный. Хотя, вполне возможно, то, что привыкли играть с Ильей, Илья подсказывает определенно, а Влад пока немного не сыгран с обороной. Ой-ой-ой, нельзя! Ой-ой, это пенальти, пенальти, блин. Ну, это очевидно. Или штрафной. Ну, это очевидно было, Дима даже не спорит, но это будет подарком, если это будет штрафной. Опять вы видите, ну, Кочергина бьют, да, и я постоянно, я вижу его на паркете, потому что он бьют всегда, как это стоит. Да, техничная игра, как это сразу бьет. Так-так-так, станьте перед мячом, пенальти? Все-таки пенальти, блин. Ой-ой-ой, да, пенальти, явно пенальти. Ну, Влад, давай, давай, Влад. Так, вот там хомплик какой-то, кажется, не горно. Ну, давай, Владик. Сурья, что делал Сурьянку позвонит. Сурьянку позвонит. Стоп, на звезду убить. Ну, это понятно. Влад, Влад, что-нибудь изобрази там, попрыгай, попрыгай. Влад, я же дуду, дожигну. Ой, хорош! Это Влад! Это Влад! Владик, красавчик! Влад, как напугал игрока. Штанг, крестовина была. Крестовина была, подсказывает наш... Ты с ума сойти. Она наша коллега Шабиль Гаджи. Какая? Отлично, просит Реметран. Мы должны бы одушевиться этим фактом. Нам везет, нам начало фартить. Давайте, ребята! Да, это повезло, химики простили, простили нас. Где все обороны? Ребята, сыграйте как-то больше страсти. Больше страсти. Больше мы ничего не можем предложить. Ну, все. Владик! Влад! Хорош! Влад не побоится выйти на мяч. Давай, давай, потехничней. Ну, какой обрез! Влад, еще один! Арина очень плохо сыграла. Арина очень плохо сыграла и заменяется. Кажется, выходит Александр Привезенцев. Нам как-то рассказывает. Ну, что вы опять не смотрите? Как же так? Что очень нервозная игра. Что нам рассказали перед мальчем? Александр Привезенцева ходят слухи. Докладывают. Докладывают игроки про то, что Саша играет... Саша играет друба. И, возможно, что сейчас его будут провоцировать. Надо быть осторожным Саше. Да, да, да. Саша бьет из-под тяжка. Да, у него есть такой грешок. Да, есть! Есть, есть. Но Саше не нужно ловиться на это. Да, Саше не надо бить из-под тяжка. Нужно бить. Если уж бить, то прямо. Конечно. Так, так, Влад, поставь стенку, прошу тебя, будет обидно пропустить такую ерунду Давай, Владик, верим в тебя Отлично, нормально Ну давайте, ребята, один гол до перерыва забить, один гол Серёженька, Серёженька, давай, убей, ну пошла, пошла игра Серёги Но вдруг начнёт залетать, не знаю, хотя это не всегда хорошо Ну что ж, но Кочергин просто нас разрывает Да опять штрафной, опять Привизенцев Встань! Нет, нет, нету, нету решения Ну опять Привизенцев, да, ну не было нарушений Нам везёт сейчас, мне кажется, было досуги Видно, что ребята, Женя Комов, только что я с ним ужинал в общажной столовке Да, с Женей Комовом, за ним, из Армидоров, сейчас в общажной столовке пересеклись С Колей Ломбовым, вообще мы организаторы Так что, в принципе, не удивительно, что... Хотя, зачем я это говорю, вдруг нас сейчас выиграют И химики тут начнут что-то говорить Все нормально Продолжаем игру Кто платил за ужин? Там не ужин, там после ужина будут определённые... Так, девчонка... Так, ребята, с углового, давайте Гоша, Гоша, увидь Диму! Девочку! И что ты будешь делать? Да, это, конечно... Это уже было хорошо По крайней мере, комбинация у Журфака Да, комбинация хотя бы есть, можно поймать Но нужно один раз хотя бы забить до перерыва, один раз Давай, давай, Серёга, Серёга, ну путь лидером А, там штрафной Это шанс Помним, как Гоша забивал в своё время Переламывал тоже А переламывал Обратите внимание, Влад чувствует себя Мануэлем Мойером Да, Влад выходит ближе к центру поля Но я боюсь Андрея, это не видно сейчас на картинке Хотя, кто знает Ну-ка, Гоша, Гоша что-то показывает Да, просит отодвинуть стенку Пенки тут нет С левой отсюда тяжело будет забить Вот этой барабонкой Ну-ка, Гоша, верим Так, Привезенцев Все подсказывают, все подсказывают, куда бить Привезенцев Хорошо, ГОЛ! ГОЛ! ГОШЕ ГУСЕВ! ГОШЕ ГУСЕВ! ГОШЕ ГУСЕВ! 2-1 2-1 вперёд, живём, ребята Нас ждёт Отличный матч впереди Не всё потеряно Давай, Саня, хватит обнимать Влада Ещё его нанес на пешка Не надо Давай, 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 ребята На самом деле это был удар Отлично, химики могут поплыть Один удар поворотом и сразу гол И тут же Шеремет Вот он должен сейчас просто Давай, Саня! Молодец! Пошла игра! Санечка, давай! Дай Диме! Дай Диме! Зачем? Не надо, не надо Вот видите, Дима сразу выражает недовольство Если Дима начинает выражать недовольство Правильно делает В принципе, да Он чувствует игру Саня Ай-яй-яй! Вот это плохо Куда пропал Арин? Арин ошибся, конечно, в предыдущем эпизоде Но ему пора уходить Пора ему самому простить себя И зарядить команду Очень, очень Все понятно Недолго мы радовались Ну как же обрезались Это было очень плохо Три игрока обрезаны Три игрока обрезаны Ааа! Да Очень обидно Лучик надежды появился Но и тут же Химики на классе У нас раскатали Как же так Как же обидно Арин, выходи Не надо этого делать Не надо, не надо Попытайтесь разыграть Ну что же Еще целый тайм впереди Еще целые 2 минуты А некоторые игроки Например У политологов за минуту Дубль делали в прошлом дубль Я бы попросил за 40 секунд За 40 секунд, да А тут еще сколько времени нет Ребята, ну вы все Поплыли Все, расклеились Вот, вот и сейчас Прощают Прощают стимики Надо собраться Ребята в журфака Тайм аут возьми, Гоша Тайм аут Это просто Нас сейчас просто развашивают Гоша не слышит Гоша разводит руками Ну что такое Ой-ой-ой, там шеремет Ничего страшного Ну вперед, вперед Нет, ну Саня, Саня Нет, нет, нет Меняйся Ну не идет Что поделать Ну если Ну не идет сейчас Быстрее разыгрывайте Полторы минуты до конца Где мяч Не видим мяч Мы отсюда Остановите время Вот, послушались Все-таки авторитетный человек Безусловно Так, ну К Владу ноль претензий Абсолютно ноль претензий Играет хорошо сегодня А вот к остальным Ну к остальным ребятам тоже Что от них требовать? Они играют так, как умеют Кемель, конечно, фаворит Безусловно Фаворит сегодняшнего матча Но На журфакт смотрится неплохо Очень неплохо И Можно же Можно же додавить химиков В принципе Попробуйте Еще один-один Тугол Забили Если прощают Прощают На зашивке Это просто Просто Деквалификация 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 Как Геннадий Сергеевич Агударов Говорит Но Пока 3-1 И особо шансов нет Опять Саша В руку попадает Ну что же Я не знаю Саня может после этого эфира Вполне обидится на нас Сказать, что он нас Сказать, что я к нему Притирчиво отношусь Нет, нет Саша Ой, Шеремет Ну вот это зря Конечно Это штрафной Это может быть Ну мне кажется Ну там задел По крайней мере точно Ну вообще все подошли Я думаю это говорит о том Что сейчас будет штрафной Да 58 секунд до конца И уже пока 4 фола уже Ну дай бог Сейчас еще Успеем свалить еще 2 раза Это будет вообще беда И Ой-ой-ой Гоша Спокойно Что ж такое Очень много суеты Очень много суеты Вот Вот Ну как легко Как легко он прошел Сашу Влад молодец Влад молодец Просто хвалю его сегодня Всей душой И всем своим Вот Влад еще Ложись Владик красавчик Как же он хорош На последнем рубеже все хорошо Но регулярно оставляют Владу в одиночестве С игроками химиков Да-да-да Вот как же так Мы все переживали что именно Братарская позиция станет у нас Самый уязвимый Но нет Но это Явно не так Это явно не так Влад молодец Влад очень хорош Ни один гол Не на его совести Делает все что может Вот опять Может быть во втором Голи мог бы что-то сделать А я уже не помню А я уже не помню Второй голова Вот здесь Да-да-да Ой-ой-ой Сташтрафной Это пенальти Ой-ой-ой Ну вот все пошла Опять Саня Ох Они провоцируют Саня спокойно Саня 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 видите стойку Арин выходит Ну все понятно Ребята Самые горячие парни Арин это желтая Зачем ты выходишь Арин это желтая Срана уже Все разговоры после игры Ну зачем же ребята Начинают это во время Но химики не дураки Они до игры Мы услышали Что они изучили состав И знают Что привезенцев У нас парень Достаточно Вспыльчивый И горячий И поэтому Сейчас очень так Решили Что такое Две желтые Шамиль Можешь сказать слух Я просто удивляюсь Друзья Я не знаю 21 номер А сейчас Заводит трибуны А это она Это Женя Шеремет Мы уже не обращаем Спасибо Шамиль Это Женя Шеремет Это всегда На две трибуны Это вполне Нормально Монохолия Она комментирует На матче Журфакова Удадила его Корректу Для меня Это было новинку Включение Если с нами Связь пропадет То Шамиль Из студии На шабловке Документирует В случае чего Спасибо Шамиль Да Потом просто угадывает Что тут Бориса Но Хотелось бы отметить Что немного суево играет Журфак Если это бросается в плотал Здесь такой независимый Сгляд Выразить Серёжа Глеб Он бьёт даже по ноге Гоши Серёга молодец Борис Борис Вот так И опять же Не пропустить Бачко Шеремет Нельзя говорить Бачко Но А как ещё сказать По такой игре Пять фолов у нас Я говорил Ведь они Химики не зря провоцировали Привезенцеву Пять фолов Заиграйте Три секунды Без половины секунды Без фолов Не спалить ребята Не спалить Не дать ударить Не дать пробить Всё нормально Шеремет в растяжечке 3-1 Ну да Могло быть и лучше 2-1 хотя бы Сохраните глупый гол совершенно Саня уже благодарит трибуны Рано Саша благодарит Вот видите Серёга с Димой что-то выясняют Показывают что что-то Кто-то делает не так Ребята в водолазках И в крутых Как это назвать В водолазках Вы помните А если не слышно Можно расслабиться Андрей может так сказать Для девчонок Нет Нет Сейчас Слышно А все слышно Оооо Андрей прошу прощения Это уже в другой Уже полка Саша Посмотрите на Сашу Что он делает Какие Оооо Просто показывает Какой Кому он это показывает Он показывает Видимо Сашу сегодня больше не стоит Выпускать на поле Он показывает тем баскетболистам Которые изображены сейчас На щитах рекламных Как он делется На что-то показывает Что-то показывает Что-то неплохо Бой с тенью это называется Друзья Бой с тенью Бой с тенью Наши комбинации А больше не было возможностей Наши комбинации Да Они доходят до ударов Из удобных позиций Были удары Почти что с центра поля Ну ничего Ничего страшного В принципе химики дают Журфаку создавать моменты Главное что сейчас Нужен игрок который Возьмет игру на себя Вот этот игрок Сейчас находится У микрофона Я бы сказал Эти игроки Находятся здесь сейчас Пожалуй да Это да Но Журфаку нужно Нужно находить выходы Сейчас конечно Из этой ситуации Может быть дать Дать сейчас Уже попробовать Свои силы Молодым ребятам Вполне возможно Что они в переломе Да 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 Хотя бы Даня Кузьмин Серега Чапилюк Ну хотя Они в любом случае Принесут что-то новое В игру И химикам уже Придется перестраиваться Конечно Что-то свежее Напор Вперед Парень напористый Бежит По крайней мере Чапилюк по крайней мере Поборется достойно Да и Вот вместо Опять я критикую Сашу Перезенцеву Что он не сделал Такое Как-то так и получается Но Чапилюк Надежнее В плане том Что он спокойнее Он не будет вот сейчас Подводить команду Сейчас Сашу видно Что провоцировали Он повелся Повелся Да да У Саши конечно Есть проблемы Он реагирует Реагирует на эти провокации Ничего не может поделать с собой Это конечно лишнее Но ничего Надеемся что сейчас Раньше Обратите внимание Арин тоже Довольно легко Реагирует на провокации Но сейчас он держит себя в руках Все время успокаивает Сашу И Потому что в прошлый раз Помните вот четвертьфинал Наша с вами последняя игра В прошлом году Когда Одна восьмая правда Была против физиков Тогда Арину удалили тоже Из-за несдержанного нрава Он после той ситуации Конечно Гораздо более сдержанный Да да И это заметно Это заметно Арин держит себя в руках Он держит в руках Держит в руках и Саню часто Да Бывает так Дима Гончаренко Что-то общается с арбитром Евгением Комовым Надеемся что это принесет Какие-то дивиденды Но скажем откровенно Что в первом тайме Нас частенько-частенько Прощали арбитры Было такое Да На самом деле Наша команда в легкую Могла набрать 6-7 фолов Да 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 И парочку пенальти Еще Да Вот бойцовский рык Журфака Надеемся что это не Последний рык На этом турнире Журфаковский Я имею ввиду Второй тайм начинается Не знаю как там Монтировали Не монтировали Даня Видишь Даня Кузьмин появляется на поле Вот вот о чем мы и говорили Вместо кого Вместо Гоши Это не самое удачное решение Андрей Пожалуй да Видимо Гоша как-то Не так нас понял Не знаю Ну что ж Давай Даня Ничего страшного Даня регулярно забивает Сколько Сколько голов забил Даня За команду Уже три Уже три Два забил с РГГУ А один в прошлом матче с ВМП Так что он может бить Он может забивать Это забивной игрок Конечно Три мяча в Симимане Это очень хорошее показание Сереженька Два в одного Нужно возвращаться Нужно возвращаться В оборону Кочергин опять И удар Хорош Влад Как же он хорош Такие мячи Влад не пропускает Ну в ноябре пропускал Скажем честно Нет Честно говоря Хотя там был Один на один Будем справедливы К Владу Он в порядке Главное чтобы не сломался парень Потому что Ну хорошо Давайте Давайте Ребята Как сломать его психологически Очень спокойно парень Ну что там опять Дима Дима Что ж такое Да что ж такое Ой Да что ж такое Боже мой Как же химики Мы их немножко Позабыли Где то в раздевалке Давайте Выходите Верните Верните Хорошо Даня Молодец Дима Давай Даня Кузьмин Красавец Даня Кузьмин Все сделал правильно Молодец Даня А видим что Константин Куриленко Хоть и капитан Но вратарь то Не очень уверенный Давайте Боятся химики Ну это громко сказано И Даня молодец Сейчас создал момент из ничего Обратите внимание Как Рауль просто Хотя 32 номер Кристиан Герий играл под таким номером Похож Да Витя показывает Рука Ставь пенальти Рука была Пенальти далековато Рука была Ну что Ну как они развод Опять оставляют Ааа Может быть отдать микрофон Шамилю И пойти к девчонкам на трибуны Поболеть за наших Это неправильно Нормально 4-1 Вперед Вперед парни Вперед журфак Шамиль ушел Шамиль ушел Он понял Он просекся фишку Он да Давайте Давайте 4-1 Ой-ой-ой Серега Ну что с Гошей Я не понимаю Наверно травма Сейчас Сейчас Еще Рукак может вернуться в игру Но главное Главное не забывать про настроек Главное не поникнуть сейчас Ой-ой-ой Главное не приуныть так сказать Да Был момент Был момент у Димы Гончаренко Не очень получилось забить И тут же Натим Даниил уже начинает набирать номера На ком Да нет Даниил не надо терять надежды Еще все может быть Ну все Просто закатывают Ну ребята Выпускайте Чапилюка Выпускайте молодых ребят 5-1 Сейчас все закончилось Да 4 мяча отыграть за Ну Тимон Ну видно что наши уже поплыли А Арина уходит Эта игра не получилась Гоша выходит пешком Да Пожалуй Арина играет Эта Не сложилась Не сложилась Ай-яй-яй Обидно Обидно А кто вышел Гоша Бусяк Арина Гоша Бусяк на поле Ну как Верим в команду Крючатка болельщики Ну что все К сожалению Как-то очень знаете Как-то грустно Даниил расскажите Расскажите свою историю Про то как вас поддерживают Фаховские болельщики Вы же самый любимый Вы же самый любимый персонаж Валера Гочергин Хорошо Вы же самый любимый персонаж Журфаковских болельщиков И вот эти кричалки Которые Между прочим Вы стали любимым 6-1 Опять заносит мяч Просто заносит мяч Между прочим вы стали любимым персонажем Журфаковских болельщиков После того как перестали Студентом Журфака Да Это удивительно Расскажите про то как вам помогает Поддержка Поддержка очень помогает Потому что вот В последнюю минуту Я говорю За 42 секунды забил два мяча Это Вот такого игрока не хватает Сейчас Журфаку 6-1 Вы видели как Занесли нам мяч опять в народ Да Ну видно что это все Это ну очень обидно 6-1 Просто нету желания Честно скажу Данил Нету желания это комментировать Потому что Ну видно ребята Ребята посыпались После четвертого гола Наши И Последние два мяча Просто уже Завели в наши ворота Пешком Без удара И Как бы это конечно Не может Не может быть приятным Зрелищем Ну может быть Может быть Ребята хотя бы еще Закончат матч достойно Может быть Да Ребята Конечно явно Матч проигран Но Гоша показывает рукой на табло Ничего Пожалуй лучше не смотреть на него Конечно Может быть Мы как хорошие комментаторы Должны были бы до конца Сохранять интригу Но я думаю Нас бы тогда могли считать Не совсем здоровыми людьми Ну что будем смотреть Хотя бы как-то по красоте сыграть Как вот неделю назад Политологи тоже проиграли 6-1 Я подключился По красоте По красоте Два мяча забил Сейчас Даня Кузьмин Забей Серега Клепиков Последняя игра по сути сборной Давай забей гол Уйди красиво Ты заслужил хорошего ухода Безусловно В прошлым матчем Сережа Много чего заслужил Да Много что показал А вы посмотрите Андрей Кто на ворота На ворота Матвей Минаев Молодец Будущее Будущее Светлое Хотя Судя по форме Темное будущее Журфаковской сборной Матвей красавец Ну-ка Кстати в форме Химфака Почти очень похоже Ну вот уже Даня едва не забивает Мяч с вами ворота Обратите внимание Даниилу И Насколько не везет Владу С дебютами Да Да Реально Это очень обидно Это одиннадцатый гол Влада В двух матчах за команду И А еще с РГГУ Там тоже было пущено Мяча 4 Ну Факт тот Что И Обвинить то Влада не в чем Играет хорошо Да Самое обидное Это именно это Играем внимание Ну вот такие соперники Что поделать Претензии к нашим ребятам 0 Мы играем как умеем Хотя может быть сейчас уже немного подсникли Но все равно Хотя может быть сейчас претензии появляются Сереженька Сережа Сережа Бежит 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 Даня Ну нет Мы уже с питерцами отрабатывали. Ой, 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 Матвей кидает по центру, низом. Ой, 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 Матвей, как тебя сейчас будут ругать Дима в раздевалках? Хотя, ну что, какие претензии? 6-1 счет. И сейчас опять. Нет, ну нормально. Давай, Даня, борись. Вот сейчас очень хорошая ситуация для первокурсников, для дебютантов. Они должны показать, что они могут, что они умеют доказать, что в Питере, когда они поедут, потому что Журфак едет с Питера еще как-то, вот, скоро совсем, что там они тоже могут что-то показать, показать. Журфак болеет, но, знаете, что настроение не то. Обидно, вот что, ах, нет слов на самом деле, хотя все, на самом деле, все справедливо. Да, мне вот даже нечего по игре сказать. Я думаю, есть смысл отвлечься на какие-то другие демы и истории. Ну, я думаю, Андрей, да, другие демы и истории. Ну, как? Да, стоит держать себя в руках. Ой, Сережа, хорошо сейчас проходит. Да, как-то репортаж немного у нас скатился туда же, куда игра нашей сборной. Но, нормально, вот Химики, конечно, играет очень красиво. Ой, опять там Даня, Даня фалит, но видно, что он без злоба умысл. Это уже, кажется, третий фол у Журфака, тоже обратите внимание. Ну, Матвею нужно попробовать вытащить пенальти, а вдруг сейчас перед, на глазах первокурсницы, это очень здорово. На самом деле, представляете, на Нил, как этого не хочет Влад, если, если Матвей сейчас вытащит пенальти, когда больше не выйдет за сборную. Кстати, да, сейчас Матвей будет бороться за то, чтобы не уйти Сухим из этого матча. И пока у него получается. На самом деле, это да, это очень обидно. Да, ой, молодец, Матвей, сразу же выбрасывает. Очень обидно за Влада, потому что вратарь очень хороший, и его вину мало. Да и парень неплохой. Парень неплохой, конечно, сейчас не об этом. Очень хороший вратарь, но... Ну, как же играть в Химике? Ну-ка, два в одного. Ну-ка, отдай на Диму. Да! Красавец! 6-2! 12 минут и конца! Ребята, вперед, вперед, вперед! И Шеремет тут же почувствовал запах крови выходит. Женя Шеремет, ну-ка, 6-2! Четыре мяча, это все реально! Я вот, что сейчас пролилась кровь, конечно. Все реально, ребята, все реально! Давайте, четыре мяча, еще парочку таких атак. Химики заигрались. И Женя, Женя, посмотрите, как заряжен. Да, и пускай мы не сравняем счет, но хотя бы еще забить, хотя бы один гол, хотя бы два. Может быть, хотя бы четыре. Хотя бы четыре. Вот, сегодня... Пускай мы не сравняем счет, но хотя бы четыре гола. Да, хотя бы четыре гола забить, уже красиво. Так, Матвей, Матвей, вернись в ворота. Женя, Женя, посмотрите, как заряжен. Молодец, как заряжен. Молодец, как заряжен. Ну-ка, Серега! Как же Женя заряжен? Нет, Кочергин и тут сейчас... Ой-ой-ой-ой-ой! И вот сейчас, и опять, и опять выходит. И вот смотрите, опять открытыми остаются игроки Молодец, Шеремет, не жалеет себя Мужественный парень 6-2, еще можно, можно что-то сделать Хотя верится, если честно, с трудом Но будем надеяться, что Журфак еще как-то интригу сохранит Сейчас еще один гол, еще один гол И химики могут задрожать Хотя тяжело Даниил, так все-таки у меня есть вопрос к вам Расскажите все-таки, журфаковские болельщики больше мешают Или помогают вам играть и политологам Они помогают, знаете, они мешают политологам Но помогают мне Это очень интересно Причем всю игру стоишь, знаете, так, сзади Меча особо не касаешься, бежишь на последнюю минуту Попишь силы, партнеры выкатывают тебе мяч Вот как сейчас на Валеру в чемпионате Матвей! Ой, хорош Матвей! Вот так унизил сейчас просто Валеру в чемпионате Вот так вот, выбрасывает Ой, Матвей, какой хорош В интервью Серега Клепиков говорил, что у него с Ильей Некоторая химия есть, но видно, что Вот эта химия передалась и Матвею Как он сейчас выкинул мяч Это был голевой пас Это просто был голевой пас То есть, по-вашему, Илья отсутствующий передал все-таки свою химию? Конечно! Матвею, а не Владу? Конечно! По всей видимости, да! Очень жаль, очень жаль, что мы узнали об этом после шести пропущенных мячей Ну, что поделать? Что поделать, Матвей? Вот Матвей тоже удивительный парень Казалось бы, как-то стоит Согласусь, удивительный парень Мастерства вроде бы особо... Не, Матвей, прости, но Вот техники какой-то Видно, что немного не достает Но за счет желания, за счет какого-то... У него есть фар Да, явно, явно вратарской технике Матвею, может быть, и не достает Но, например, прыжок, желание, прыжок На самом деле, у Матвея такой самоотверженный Очень хороший Ребята, ребята, не поняли... Это было... Шеремет! Шесть дней! Вот так вот! Ребята, вперед! Вперед! А за десять шестнадцать Можно и три гола забить Вот так вот! Вот так вот, как говорил Александр Нестер Вот так вот, как говорил Евгений Шеремет Евгений Шеремет Давай, 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 давай! Девять минут до конца! Так, еще все можно исправить Да, Шеремет сразу же втыкается Давай, Женя, не надо никого жалеть Ни себя, ни себя, ни какого Не надо, втыкай, втыкай, втыкай Вот так вот, как говорил Втыкай! Давай, заведутся химики Они не любят борьбу грязную и жесткую Давайте, ребята, мужики Заведитесь! Шеремет, прямым ударом со штрафного Вот сейчас уходит, вот посмотрите Вот сейчас уходит и в рог от Клепикова Да, Серега, 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 Серега! Серега! Все, дай мне Серегу! А, и тут же его закрывают Но в обороне, как невнимательно мы играем И в обороне Давайте, давайте, давайте Разыграйте быстрее Да, какая оборона уже все в атаку бегут Это, знаете, как в Фифе Все в атаку поставлены Да-да, вабанк! Ой, хорошо, Гоша! Что, опять потянул он свою задню Да, ему самому все равно Это то, что нужно сейчас Да, это красиво Хотя, помните, как в прошлый матчах Кстати, Арина не появляется на поле Ой, опять Женя! Ну что, нормально все! Все нормально! Женя игра понравила! Ребята, не симулируйте химики! У нас уже три пола Это опасно! Это жесткая мужская игра Давайте, ребята! Покажите, как-то заведитесь Ну видно, что Шеремет завелся Молодец! Да-да-да! Варитесь, варитесь! И Сережа, и Сережа как заряжен Не боги горшки обжигают, как говорится Давайте Ну Восемь минут! Еще один гол! А потом еще один! Давайте-давайте! 6-3! Уже счет достойный более или менее! Шеремет! Они уже боятся тебя, Женя! Давай-давай! Вот так нужно энергию свою выплескивать Конечно Да, конечно Но бывают и другие способы Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Вот так вот! Матвей! Матвей! Скоро! Матвей! Красавец! Тащи! Молодец! Ой, умничка! Давай, напихай этим старикам, что они тебя оставляют одного! Сейчас явно журфат на подъеме эмоциональном Давайте! Вперед! 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 Сейчас есть возможность забивать 7,5 минут до конца Еще нужно парочку голов Женя бежит вперед Вратарь уже его боится Константин Куриденко Видно? Так, один из братьев Горбуновых Шеремет! Шеремет! Как бы Шсаков упрыгивает У него неплохая амплитуда Так, а... Только прыжок Верим, что что-то кричат там трибуны Но еще бы я и то завелся Это очень сложно издействовать Свою недавнюю травму, посмотрите Конечно Кто знает, на самом деле Чуть пораньше бы может ему выйти И вот так вот начать играть Хотя посмотрим Давай, Димочка! Ну это же штрафной, ребят Ну что он делает? Кочерки, ну грязно играет же Ну мой, Минхоп Так, не дать им пробить Не дать им разыграть Ребята немножко подустали Это видно Арина, Арина Я думаю, Арина сейчас на эмоциональном подъеме Может забыть о своих неудачах Видно, некоторые двигаются достаточно медленно И нужно выпустить Арина, например Да, но видно, что именно вот стартовая четверка Которая играла всегда у нас в старте С прошлого года Она и сейчас на поле И только эти парни могут сейчас что-то сделать Что-то придумать Тайм-аут берут химики, как я понимаю Или наши Наши уже брали Химики Да-да, опять Женя Шеремец В своем стиле Но он не может без этого Это подпитка Надо меньше Наверное, да Нормально, нормально Он уже молодец Пожалуйста, да Боролся И какой гол с штрафного забил 6-3 Ах, ну это достойно Ребята, еще парочку мячей И будет вообще по красоте Не думай, без слова Уфака трифола Да какая разница уже Не важно, сколько подпустим Бежать вперед Забивать голы Вот сейчас Как мы слышим болельщиков Как болеют сейчас ребята за Журфак Только ребята, давайте Ой-ой-ой 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 Ой-ой-ой-ой Ну Матвея оставили совсем одного, конечно Мы решили все-таки не унижать Влада И поэтому, чтобы Матвей пропустил один мяч Ну, в принципе Да Запрежила надежда для Журфака даже Вот как мы завелись Когда Журфак забил третий гол Но сейчас, конечно, уже Пожалуй... Рукой сыграл Серега Ах, обидно, но... А вот обратите внимание У Химиков тоже вышел парень с косичкой Да, это один из братьев Гругунова Ой, там опять Получит Николад Да Это он уже давно играет Андрей Я не смотрю на игроков Химиков Они мне неинтересны Это... Я думаю, мы им тоже, Андрей Не особо Ну, конечно, Химики просто красавцы Играют очень уверенно Они вот... Вот эти мячи, которые мы пропустили Кстати, вот... Вот две мячи Ну, совсем не обязательно Мы явно рассыпались в начале второго тайма В начале второго тайма, да Два мяча мы пропустили сразу же След в четвертом, которые прилетели Пятый и шестой мяч в наши ворота Они были совсем не обязательно Команда совсем посыпалась И... Сережа, давай, Сережа И вот сейчас... Нет, ну отдай ты пас на Диму Отдай пас на Диму Живого Ну что ж, остается Пять с половиной минут до конца матча Ну, четыре... Хотя оно и тяжелое Насколько... Насколько я могу... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой Кочергин здесь просто унижает Восемь-три Ну, нормально Матвей сам уходит с поля или нет? Он что-то там бегает... Ну, нормально, ребят Восемь-три Импульсивный парень Может, ты сам уйти с поля Но это, конечно, делать не стоит Ну что? А Арина выходит на поле сейчас Может быть, немножко поздно Не знаю Хотя, с другой стороны Ну, будем... Мне бы казалось, что надо было Арина выпускать Ну, он мог сейчас подвестись Или на подуставших Там было очевидно Саша Примесьенцев выходит Ну, получает порцию овации Вы видите, кажется, мяч пропал на верху Опа! Останете в риф Да, и что же делать? Мяч у нас есть... А, вот он Какие чудеса! Смотрите, он появился... Это иллюзионисты какие-то у нас в зале Мяч с потолком появляется сразу на полу Да, ну что? Что сказать? Четвертьфинал, ну, по-хорошему Это потолок для Ажуфан Пожалуй, да Пожалуй, да Опять же, думаю... У Журфака были шансы Но, с другой стороны, химики Химики очень много прощали Журфаку Сколько было штанг Незабитый пенальти Там тоже была крестовина Да, просто незабитых моментов Поэтому, пожалуй, да По игре химики Химики лучше Выглядят значительно Да, ну и все-таки В восьмерку сильнейших Вошли по итогам чемпионата Это уже большое достижение Например, в прошлом году мы Хотя мы в прошлом году по рейтингу Вошли в десятку Но в прошлом году мы вышли Вы были в одной восьмой А в этом в одной четвертой Уже прогресс? Да, уже лучше Уже неплохо Нам, конечно, повезло с группой Никакущие политологи Не, не будем так говорить А очень хорошие ребята Но слишком мало политологов Было, конечно Потом ПМП Ну и было видно, что, да Если уж не обыгрываются Не уходить в такой группы Ну-ка, превезенцев Ну-ка Возвращается, возвращается Тяжеловат, тяжеловат Немножко Саша Матвей там бегает Ну Три с половиной минуты Уже как-то и видно, что По всей видимости Верит в команду Только Сидоренко Неуместный юмор Женя будет ввечь Молодец Ну хорошо, хорошо Это правильно Это правильно Женя заряжен Берет игру на себя Ну правильно, что я считаю Ой, Арин Вот так вот Побороться Побороться Молодцы, ребята Давайте Достойно завершить Нужно эту матч 8-3 Бывали поражения И хуже, я вам скажу Да, бывало и крупнее Бывало и крупнее Ой, Саша Хороший Саша может ударить У него хороший удар Долго, долго Он подбирал ногу Надо было Чуть пораньше Ударить Да, нужно было раньше Бить Там, в принципе Перед ним не было игроков Журфак продолжает поддерживать Болельщики Конечно, болельщики Невероятные У Журфака Журфаку очень повезло Болеет Да вообще повезло, ребята Журфаку я вам скажу Спасибо Даже если они не пройдут дальше Но Но они все еще остаются На Журфаке Это самое главное Их ожидает теплый прием Тем временем гол Кажется, сейчас Да Матвей 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 Это ближний Валера Кочергин Какой гол уже по счету Я не знаю Но это лучший игрок Турнира На данный момент Ближний угол Матвей Хвани Не надо завитать Волках На самом деле Матвей Конечно Очень Очень эмоциональный Прости Уже меня переполнило Нет, Матвей хорош Это была шутка Матвей очень эмоциональный Матвей очень эмоциональный парень И, конечно, Он может посыпаться Он очень подвержен Он очень подвержен настроению Ариен, Ариен Шеремер Ну Ребята с ленточки достают Матвей очень подвержен настроению Он, конечно, может блестяще играть, если настроение у него хорошее и из рук вон плохо, если оно испорчено. Да, но сейчас, конечно, вы хотите, может быть... При счете 8-6-1 выходить, ну, а какая-нибудь мотивация. Стоял, как бы, ну и стоял очень прилично. Вначале... Саня, 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 Саня. Нет, ну мотивация в любом случае, наверное, будет находиться у третьего вратаря команды, раз уж так. Конечно, если у тебя, получается, выпадает шанс не выйти в таком матче. Кстати, Андрей, хотя, я не знаю, возможно, на суде, в моей намерении, я хотел предложить... Ой, от вашего момента чего-нибудь? Ну, нормально. Матвей тащит! Красавец! Просто, просто реп. Я предлагал, после того, как после известия о том, что Илья не сможет принимать участие в матче, дозаявить Федора Кудрявцева. Но потом, справедливо, справедливо рассудив, что, скорее всего, какого бы вратаря мы здесь не поставили, мячей будет забито много, все-таки, в видео. Федя подверг себе критике, и зачем? Вы хотели, чтобы Федя сыграл этот матч? Да, чтобы Федя сыграл последний матч, должен факт, понимаете, матч в следующей жизни. Это да, но я думаю, я не думаю, что он бы отстоял лучше Влада или Матвея. Лучше Влада, да, потому что Влада стоял вообще здорово. Ну и Матвея тоже. Влад, в самом деле, хороший вратарь. Это всегда тяжело, когда пропускать 6 голов, но просто команда играет настолько хорошо, ну что же поделать. Влад действительно тащил. Если ребята заносят мяч в ворот. Ну, опять же, никаких претензий к джурфаку. Молодцы ребята, подарили очень хороший турнир. Правда, скоротечный. Очень хороший, это был в самом деле очень эмоциональный турнир, последняя игра, это было просто потрясающе. Игра Арины, игра Сережи Клепикова, это было потрясающе. Вся команда, это была настоящая команда. Химикам желаем удачи, в дальнейшем они очень хороши. Они играют здорово, играют классно. Конечно, мы хотим, чтобы Химики выиграли, чтобы потом говорить, что мы проиграли чемпионам. Было бы неприятно, если бы они были в полуфинале. Спасибо всем футбористам, которые играли. Спасибо Серёге Крепикулу за карьеру в сборной пятилетнего. Молодец, Серёга, достойно совершаешь четверть в финале. Спасибо болельщикам в первую очередь, что приходили. Поддержка была настолько крутой, что даже я, игрок-палитологов, ощутил частицы этого тепла, этой любви на себе. Так что, ну, вообще, ребята, всем спасибо Журфаку, спасибо и Химпаку, что так классно играют. В общем, ждём следующего турнира, может быть, какая-нибудь молодая звёздочка к нам придёт. К нам в комментаторскую кабинку? Ну, молодая звёздочка эта Андрей, вполне может быть. Вот, но, так, три секунды, две там, ну, всё-таки Саша в своём репертуаре не сдержался. А, три звёздочки. Это, Андрей, какое ты звание будешь? Да, ну, неважно. Старшая личина. Старшая личина. Ну, неплохо. Так, ну, всё. А, две минуты, сейчас штрафной. Куменков. Ну, не бьёт, видите, футбольный этикет. А, нет. То есть, футбольный этикет не позволяет. С разницей в шесть мячей. Нет, нет, нет. Химик. Вовсе нет. Ну, что, сейчас будет сюда. Ну-ка, Матвей. Давай, последнее мгновение на турнире. Отлично. Мы проводим с достойным. Даже с мячом. Вот так вот. Что же. Браво, Журфак. Вы молодцы. В топ-8 вошли. На следующий год будет серёжно. Вот и сейчас может быть гол. Ой, штанга. На последней секунде. Ахаха. Но это было всё равно хорошо. Молодцы, молодцы, ребята. Не сдались. Могли сейчас. Журфак продолжает создавать момент до самого конца. Это болельщики. Это болельщики тянут Журфак вперёд, конечно. Болельщики невероятные. У Журфака. Не стоит расстраиваться. Ничего. Оп. Это было достойное поражение. Химики просто настоящий человек. Саня. Ой, ну красиво принял мяч. Финальная сирена. Возвещает нам о том, что сборная химиков выходит в полуфинал. А сборная Журфака отправляется, готовится к сессии, готовится к выезду в Питер. И через год мы снова увидим этих парней в красивых найковских синих футболках. Этих болельщиков, которые будут поддерживать свою команду. Ну а химиков мы ещё посмотрим и думаю, они пройдут максимально далеко. Да. Да, химики хороши в самом деле. Спасибо, Андрей, что выручил меня. Спасибо. Спасибо, Даниил, что тоже выручил. Хорошо. Всем удачи. До свидания. От скорых встреч. До свидания. До свидания. Миндарь. 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 Продолжение следует...